Речь идёт о понимании греха. И, в частности, вот эта вечная своего рода проблема, которая на самом деле проблемой-то, в общем-то, не является, но оказавшаяся проблема, речь идёт о так называемом первородном грехе. И хочу вам напомнить, что Святоотеческое, восточное православное богословие этого понятия не имело, первородный грех, такого не было понятия. Если мы обратимся к святым отцам, то они-то употребляют совсем иные понятия. Вот Макарий Египетский, великий, да, называл это наследственной порчей, а Василий Великий – первородным повреждением. Представляете, вот какая терминология была в обозначении того, что впоследствии уже на Западе приобрело другое наименование – первородный грех. Причём самое любопытное при этом, что в западном богословии, я надеюсь, может быть, кто-то что-то вспомнит, может быть, всплывёт из какого-то уровня подсознания в сознание, что в западном богословии при этом произошло отождествление прародительского греха, то есть греха прародителя Адама и Евы, с первородным, то есть тем состоянием, которое появилось в результате их греха, и которое охватывает всё человечество без исключения. отождествили прародительский грех, тот личный грех Евы и Адама. Вообще-то правильно говорить – Ева и Адама, правда же? Всё-таки, если исторически. Но если, так сказать, по существу, то, конечно, Адама и Евы. Потому что Адам всё-таки уже глава, а не кто-нибудь. Кстати, об этом, когда мы будем говорить с вами о браке, то не забудьте задать вопрос, как понять вот то соотношение в семье, о котором говорит Священное Писание, и которое подвергается существенной корректировке в современное время. Не забудьте. Я надеюсь, вы не забудете, потому что всем вам это может пригодиться. Ну так вот, как видите, святотическое богословие не знало такого понятия первородный грех. На Западе оно вошло в бихот, и, как и очень многое, знаете это, по крайней мере, очень многое, с образованием наших духовных школ, в частности, Славяно-Греко-Латинской Академии с 1685 года и последующих духовных школ. Терминологии во многом часто, и очень-очень часто во многих отношениях эта терминология «западная» была взята сюда, в наше так называемое школьное богословие. Так и оно привилось, и до сих пор оно употребляется. Если же говорить по существу, то, конечно же, надо бы говорить о повреждении, потому что понятие греха, как вы помните, с чем связано? С нарушением голоса совести, с нарушением прямой заповеди Божией. Вот что такое грех. Это личный акт. Это личный акт. Повреждение же природы – это совсем не личный акт, никакого отношения не имеющий к нам. Мы рождаемся в этом. Итак, в чём же мы рождаемся? Теперь об этом. Просто я напоминаю вам последние моменты. Есть два таких понятия, которые дают нам возможность более точного осмысления, что произошло и с чем мы постоянно соприкасаемся. Общее положение – это то, о чём, как я только сейчас сказал, это наследственная порча или первородное повреждение, как говорит Василий Великий. Общее. Но что входит в это понятие? Прошу обратить внимание. В это понятие первородное повреждение или, по западной терминологии, первородный грех. Лучше бы это выбросить, конечно, чтобы не было мешанины. Но входят две составные части, которые никак нельзя смешивать и которые никак нельзя соотносить всегда в одном и том же факте явления нашей жизни. Первая сторона, которая распространяется в одинаковой степени, слышите, в одинаковой степени на всё человечество, на всех людей, которую очень точно обозначил преподобный Максим Исповедник. это смертность, собственно, это главное, страстность, то есть страдательность, слышите, не смешивайте, страдательность, страстность не в смысле греховности, а страдательность. Я надеюсь, это понятно. Голод, холод, жара, боль и так далее. Так? И тленность. Вот три эти положения, которые в одинаковой степени распространяются на всех людей, совершенно одинаковые, причём обратите внимание, грешные ли, преступники ли, святые ли, самые совершенные, все умирают, все тлеют, все переживают и голод, и холод, то есть переживают боль. Слышите, одинаково. Есть другая сторона, которая также идёт от праотцев, от прародителей, которая входит тоже в это понятие первородное повреждение, но уже та сторона, которая распространяется особенным образом, специфически касается отдельных родов и отдельных лиц. то есть не на всех распространяется одинаково. А здесь выделенные состояния. Это то, что именуется родовым грехом или наследственным грехом. Хотя нужно поговорить, это не грех, а это опять повреждение. Но уже какого порядка? Обращаю ваше внимание. В чём здесь специфика? В том, что в отдельных людях, затем в отдельных родах, в отдельных племенах в особенной степени, в особенной, присутствует какой-либо, я бы сказал, недух духовный или страсть какая-то духовная, ну, страсть или моральная, которая особенно отличает вот этого человека от другого человека. Вот этот род, вот это племя, вот это, если хотите, даже этнос от другого. И вы знаете, наверное, встречались неоднократно, когда какой-нибудь, о каком-нибудь народе говорят, вот он такой-то, например, очень тщеславный, это очень жадный, это очень лукавый. Ну, помните, апостол Павел писал, греки «Суть льстивий до сего дне», например. А других он, ну, написал бы римляне, это написал греки. Или критине, помните? Утробы ленивые, всегда лжецы. Ну, видимо, что-то было такое, что особенно их отмечало. В Болгарии, например, я помню, всегда подсмеиваются, когда человека находят очень уж таким жадным или что-то, невероятно жадным, говорят, а, это из Багрова, из Багрова. Вот это местечко, в котором, видимо, особенно отличились какие-то люди вот этой специфической стороной своей. Ну, насколько это всё распространяется на всех, сами понимаете, что это совсем не обязательно, конечно, но уже отметили то главное. Так вот, видите, не забудьте при этом, что вы видите окружающую природу? Мы видим овечек, видим зайчиков, правда? А видим волков, видим тигров, видим медведей. Не забудьте, вся эта внешняя природа великолепно, точно показывает одно из свойств, одно из свойств человека. и вот есть люди, которые рождаются, рождаются со свойствами очень симпатичной, приятной овечки. Он прям святой, что называется, от рождения. К чему я это говорю? И мы часто на одного говорим, ой, святой человек, он совсем не святой, он просто родился таким, овечкой. А мы уже таем. А другой действительно родился волком, и мы уже осуждаем его. Ну, осуждайте вы волка за то, что он овцу тащит. Смешно. Это его свойства. Но если у животных это уже свойства непреодолимые, свойства его природы, от которой он никуда одеться не может, то человек тем и отличается от этих всех низших тварей, что ему дам разум, дана совесть, дана ощущение добра и зла. Он может или противостоять этому своему свойству, или, напротив, следовать рабски ему. Но свойствами этими он рождается. Теперь понимаете, почему Христос сказал «Не судите, да не судимы будете». Как мы назовём, ну, просто простите, ну, дураком, глупцом, когда скажем «О, волк, негодяй! Почему ты негодяй?» Просто такой и родился. Так люди рождаются с ярко выраженными вот такими чертами. А теперь вспомните, как это относится к родам, род Каинов. О, Боже мой! Ох, одно имя сразу! Все, кто, хотя немножко знаком с библейской историей, сразу содрогается. Род Каинов. Какой ужас! Или колено данного. Единственное, который не упоминается среди тех колен израилевых, от которых в Царство Божие входит колено данного неупомянута. И по мысли очень многих отцов, по мысли, именно из этого колена произойдёт родиться Антихрист. И так, я ещё раз вам напоминаю, есть первородные повреждения, которые касаются, относятся ко всем нам без исключения, но в нём две стороны. Одна сторона, действительно охватывающая всех людей без исключения, смертность, тленность, страстность, болезнь. Другая сторона, присутствующая здесь же, но уже носящая, носящая, я бы сказал, такой духовно-нравственный характер, духовно-нравственный, который проявляется тоже в каждом человеке, но по-особенному. В каждом человеке и в каждом племени по-особенному. И вот, когда мы видим эту особенность в племени, в народе, в человеке, мы говорим, это родовой грех. Почему для нас это важно, такое разделение? Когда мы касаемся Христа, то здесь в высшей степени важно для нас это разделение. В чём оно, в чём это важность заключается? В том, как помните, я вам приводил, прям много высказаний святых отцов, Христос родился смертным. Помните, Афанасий Великий говорит, да умолкнут, говорящие, что Христос по природе своей не смертен. Да умолкнут. И он много приводил. Христос родился смертным, тленным, подверженным, подверженным болезням и страданиям, но, но чистым от всего того, от тех страстных семян, которые присутствуют в каждом из людей, но чистым от этого. Вот почему для нас важно вот такое разделение, это понимание. И об этом пишут, ой, как хорошо пишут святые отцы, как Григорий Палома писал, он единственный из рождённых не во грехе. Единственным, да. Тот же Григорий Палома пишет, да, он был, он рождён смертным, но бесстрастным, незаражённым страстями. Вот это, друзья мои, запомните, потому что смешение этих вещей приводит, ну, приводит к самым абсурдным выводам. Каким выводам? В отношении Христа, например. Когда говорят, как это Христос родился, родился с первородным повреждением. Как такое? Нет у него первородного греха. Да? Да. Нет? Нет. В чём да? Потому что действительно в нём не было семян вот этого духовного повреждения, то есть вот этих семян всех страстей. В то же время нет. Почему? Потому что он родился смертным, как и все люди, подверженным страданиям, как и все люди. Видите? И почему это так важно? Потому что в понимании жертвы Христовой это приобретает огромное значение. Если он родился первозданным Адамом, если уже в воплощении он уже исцелил человеческую природу, зачем крест? Обессмысливается. Если, оказывается, он мог страдать, мог не страдать в смысле своим волеизволением, тогда всё становится непонятным. Он не мог не страдать, потому что родился в нашем страдательном теле. Почему? Приобретает особое значение его добровольный жертвенный подвиг. Добровольный. Посмотрите, как молился в Гефсиманском саду. Под, как капли крови. ещё бы. Рассказывали один из моих далёких родственников. Рассказывал, как он попал в плен во время Второй мировой войны. Их приговорили к расстрелу. Он был офицером. И вдруг, это вечером было, и вдруг оставили до утра. Почему-то не был начальник какого-то. Ну, в общем, оставили так. Так вот, он рассказывает, когда приговорили к расстрелу, то один молодые все сделал себя белый как лун. Весь посидел во мгновение ока. Представляете? Мы вот как-то привыкли это в Гефсиманское моление, да, крест, пойти добровольно на это, на такие страдания, не какие-нибудь, не просто, тут один расстрел только, и посмотрите, что творится. А там какие страдания невероятные. Это говорит о чем-то безмерно великом. Так вот, добровольность христовых страданий, их жертвенность, и отсюда их спасительное значение обусловлено тем, что он родился смертным, действительно, подобным нам болезненным теле, да, но, но не согрешил. Без этих семян страстей, с которыми мы все рождаемся до единого, только в каждом из нас что-нибудь выделяется. У кого тщеславие, у кого скупость, у кого всякие телесные недуги и так далее. Все мы, все мы одного поля ягодки. И даже когда человек рожден один овечкой, другой волком, не осуждайте одного, не восхищайтесь другим. Все там живо, только проявляется по-разному, только и всего. Просто только поглубже немножко задеть, и все будет. Вот так, друзья мои, я хотел об этом напомнить, чтобы, так сказать, еще раз понять, понять вот эти вещи, это первородные повреждения и родовое повреждение. Первородные все входит, общее понятие. Все и телесные, и духовные повреждения. И тело изменилось, стало, и душа изменилась, то же самое. Но тут есть другая сторона, да, о стороне, которую нужно различать. Есть внешние вещи бесстрастные, бесстрастные. Смертность, тленность и болезненность не имеют никакого отношения к духовной стороне жизни. И самые совершенные были смертны, но это не влияло на них. И самые грешные, тут все одинаковые. Это, вот это вот, надо понять, что вот эти три, которые указывает Максим Испобедник, не имеют никакого отношения к святости. Почему, когда мы читаем у апостолов евреям, послание к евреям, что Бог совершил, сделал совершенным вождя нашего спасения, вот тогда нам понятно, вот в чем. Не в том, что он до этого был духовно несовершенным, а в том, что он до этого был в том теле, в той душе, которая подвержена страданиям. Он все переживал, все страдал, так же, как и мы, но не совершил греха. Вот так. А теперь, что же, мы с вами, я думаю, можем немножечко пойти дальше. У нас еще с вами довольно много вопросов, на которые требуются ответы. И вот один из вопросов, который, кстати, очень часто стоит на повестке дня, и который вам придется отвечать, никуда не денетесь вы. Это вопрос о воскресении Иисуса Христа. Иисуса Христа. Первый, так сказать, самый такой прямой, может быть, вопрос, и самый, может быть, поверхностный, но действительно затрагивающий значительную категорию людей. задают вопрос такой, а какие доказательства, что он воскрес? Как-то однажды, это было очень давно, очень давно, в предыдущем перевоплощении, по крайней мере, у меня, я встретил одного здесь из Англии профессора, кстати, знаменитость, одна из знаменитостей, новозаветчиков, которые встречались там, профессорской, которые, когда выпил пару рюмочек, да, немножко, так сказать, пришел в хорошее настроение и стал мне доказывать, что Иисус Христос не воскрес. Представляете? Христианин, новозаветчик. Я вот так вот подумал, действительно, можно быть наполненным всеми богословскими знаниями, ну, большими, и быть неверующим человеком. Еще раз вам повторяю, все знания сами по себе чепуха, если они не осуществляются в жизни, слышите? И даже, ой, есть ли бы чепуха, даже еще хуже. Самые злостные атеисты были те, которые получили знания, знали какие-то тонкости, и поэтому могли оперировать вот этим всем материалом. Ну, что знания? Помните же, когда мы вызвали с вами, с вами, по-моему, или с кем, господина Беса? Помните? все знают отлично и остался им же. Вот сейчас я был в Сарове, и в Нижнем Новгороде был, так, и в семинарии, да, решил прочитать лекцию на тему богословское и духовное образование. Они очень удивились, разве это не одно и то же? Конечно, не одно и то же. Богословское образование я могу приобрести в будущем абсолютно ни во что не веря. Изучали же марксизм, ленинизм, ехидничали, смеялись, а изучали и знали. Так и богословие можно изучить и знать и остаться тем же. Вот так. Так вот, один из вопросов, значит, видите, такая фигура, Христос не воскрес. Ну, поговорили, поговорили с Ним. Там бесполезно было говорить. Как говорят, упертые. Знаете, таких упертых? Ему же говорят, дважды два – четыре, ну, понимаешь? Ну, и что? Да, всё равно это не четыре. Почему? Скажи. А потому. И всё. Эти упертые. Никакие доводы не помогают. Это вообще удивительно даже. Ну, вот же, смотри, один святой, третий, пятый, отец, шестой. Ну, и что? Замечательно, конечно. Так вот, воскресение Христова. Спрашивает, какие доказательства? Отвечаем. Отвечаем, слышите? Вам придётся отвечать. А что может быть доказательством, когда мы касаемся каких-то исторических явлений? Что может быть доказательством? Вопрос известен. В исторической науке известен. Когда мы находим, находим ряд свидетелей, подтверждающих это. Свидетели независимых подчас. свидетелей. Вот, что является доказательством. Напоминаю вам ещё раз. О Сократе, этом одном из может, величайших философов Древней Греции сохранились свидетельства всего у двух только человек. Причём, их свидетельства во многом часто настолько противоречивы, что диву даёшься. Но историки говорят, эти детали это не важны. Важны и тот, и другой. С полной определённостью говорят, что такой был, что он был действительно мудрец, что ему действительно принадлежит очень много интереснейших мыслей, которые не вызывают, так сказать, сомнений, что именно является это его, и так далее. И это является доказательством, что такой феномен, как Сократ, был. И в истории именно так. Помните же, когда была, возникла мифологическая школа, самое, наверное, глупейшее. Глупейшее потому, что огромное количество фактов есть, свидетельствующих об историчности Христа. То недаром в ответ на эту теорию было написано ряд очень интересных сочинений. Одно из них, например, о том, что Наполеона Бонапарта никогда не было. И, взяв точно прям метод мифологической школы, прекрасно показали, да, это миф и больше ничего. Никогда его не было. Так вот здесь в отношении воскресения Христова есть целый ряд свидетелей, которые говорят об этом. Это же не одно Евангелие говорит. Это четыре разных евангелиста говорят. Это четверо живых свидетелей. Затем в апостольских посланиях мы находим. Посмотрите, апостол Павел только один, что пишет только, если Христос не воскрес. Всё, тщетно, и вера ваша, и жизнь ваша, всё, всё обессмысливается полностью, с какой силой пишут при этом. Целый ряд ещё, я вам говорю, там свидетелей. Но помимо этого, что мы ещё находим, что уже никогда-нибудь, а тут же, прямо здесь, в этот период апостольской ещё церкви, мы встречаемся ещё с одним поразительным, я бы сказал, доказательством, когда множество людей страдало до смерти за исповедание Христа как спасителя пострадавшего, умершего и воскресшего. Вот доказательство. С точки зрения научной, это доказательство. Причём, ещё раз повторяю, как пишут, не просто как о чём-то такое, что-то лёгкое, лёгкое билетристика, а с какой силой, говорят о конкретных фактах, о фактах его явления, причём не какое-нибудь явление, о котором сами ученики даже не верили, так что Христос вынужден был говорить, я не дух, дух плоти и костей не имеет, а меня, видите, имеющего, он ест перед ними, и в то же время появляется в закрытом доме при закрытых дверях, неожиданно появляется в дороге, неожиданно исчезает, причём ещё как, при этом, что говорит при этом, вспомните, как он обличал этих двух учеников, которые в Маус шли, на какое расстояние там они шли, не помните? стадии 60, это сколько это стадии 60, не помните? стадии 60, стадия это 185 метров, 11 километров, 11 километров, тут же ночью вернулись и ещё 11 километров обратно пошли. Потрясённые совершенно то, что случилось. Приходят, им то же самое говорят. То есть, если вы посмотрите на описание, на описание связанное с фактом воскресения Христова, то они удивляют чем? Своей простотой, непосредственностью, жизненностью, вот, эти впечатления психологические, это неверие Фомы, всё это, даже когда кажется, вот он, и то одни уверовали, другие нет, а может и не он. Слышите, всё это передаётся, не скрывается ничего, ни скепсиса, ни отрицания, ни сомнения, ничего не отрицается, всё пишется так, как было. доказательства. доказательства воскресения Христова есть, они точно такие же, как и любые другие исторические доказательства. Но при этом, ещё говорю, они имеют преимущество, во-первых, в том, что самоописание их касается очень многих деталей, связанных с этим событием, во-вторых, обращаю внимание, страдали до смерти не единицы, а множество людей за это исповедание. Значит, были такие основания для веры в это, которые давали им силы протерпеть всё это. Это тот первый вопрос, который связан с вопросом воскресения Христова. Второй вопрос. Если мы обратимся к отрицательной критике, то ссылаются, говорят, что ничего нового здесь нет. Мы находим в мифах древних народов очень много умирающих и воскресающих богов. И называют их имена. Имена это Осирис, Адонис, Дионис, Атис. Целый ряд называют. Вы знаете, расчёт здесь, как мне кажется, это может говорить только или невежда полный, который услыхал эти имена и всё, услыхал эту идею, или это прямой, я бы сказал, лукавство, обман. потому что всё то, что связано с историями этих умирающих воскресающих богов, если только посмотреть на эти истории, то они совершенно очевидны, очевидны в каком это? Они абсолютно неисторичны. Когда же Ладонис, интересно? Когда он жив? Не знаем. А ну, а Дионис когда? Неведомо. Атис. И так далее. Они все неисторичны. Это же всё мифы. Причём, мифы с чем связаны? Совершенно твёрдые исследования, таких серьёзных просто учёных, прямо показывают, что всё это мифы, то есть мифы что такое? Это образные идеи, которые, с помощью которых выражается совершенно конкретная какая-то мысль, конкретная идея. В данном случае всё это связано, оказывается, с процессами природы, умирающей и воскресающей природы. Может быть, кто-то когда-то читал у Игнатия Брянчанинова есть замечательная статья, называется «Сад во время зимы». Я вам скажу, что если бы если бы какой-нибудь человек, который никогда не соприкасался с нашей зимой, никогда, и ничего бы не знал об этом, привезти сейчас к нам, показать ему лес, леса, так сказать, вы знаете, а вот придёт время немножко, и всё зацветёт, заблагоухает, зазеленеет, он бы сказал, вы знаете, что меня, за дурачка считаете, да? Вот бы что сказал, мёртвая природа, мёртвая. так вот, эти мифы, я даже не хочу перечислить, истории, до того уж они глупые, глупые в смысле доказательности, историчности, просто глупейшие, ничего исторического здесь нет, да, эти истории все не говорят, все одна за другой, об умирающей и воскресающей природе. Это во-первых, это во-первых. Во-вторых, если посмотреть, как они умирают, вы не найдёте никакого смысла. Это чистые случайности. Ну, насирис, например, это египетский бог, так прятался, прятался, заманили его, наконец поймали, зарубил родной брат его, да, рассёк его пополам на части, разбросал и так далее. Или вот Дионис, например, ловит питоны гигантские, да, и его тоже терзают на части, съедают его, оставляют одно сердце. Аттис, там вообще это вообще любовная история, да, который оскопил себя и от потери крови тут же умер и так далее. Вы слышите, какие истории? Что поражает них? Нигде нет ни малейшего намёка на какую-то жертвенную смерть, жертвенное страдание. Всюду или случайность, или самые незамысловатые, глупейшие истории, житейские. нигде нет мысли даже о спасении людей от чего-то такое. Нет никакого понятия о грехе даже. И само воскресение их, к тому же, я обращаю внимание, совершается реальное воскресение каждый год. Ну, как в природе и происходит. Каждый год оно и пробуждается. Ну, реальное в каком смысле? Не в действительном смысле. Так говорит миф. Каждый год умирают и воскресают. Говорят, а у вас тоже Пасха каждый год? Я говорю, а что у нас? Христос умирает, что ли, каждый год? Вы что? Откуда взяли такую глупость? Мы отмечаем события, вспоминаем события. Христос единожды умер, единожды воскрес и никаких повторений здесь нет. Голгоф имеет единственный навсегда навсегда однозначный смысл, одно значение. Так что это вот так же, так же. Вот один из, я зачитаю всё-таки вам на всякий случай, очень известный исследователь, кстати, атеистический Джеймс Фрезер писал, под именем Осириса, Талмуза, Адониса, Иаттиса, народа Египта и Западной Азии олицетворяли увядания и возрождение жизни, особенно жизнерастительной, происходящей каждый год. В настоящее время всё более и более все учёные склоняются к тому, опять атеист пишет, чтобы рассматривать все эти божества с точки зрения их первоначального происхождения в качестве растительных богов. Смерть и воскресение соответствуют умиранию и оживанию природы. Ну, я не буду вам приводить тут, как даже издевались, например, греческие философы над этой верованием египтян и других относительно этих умираний и воскресаний богов. Их очень много, ну, просто смысла нет. Я хочу, значит, вам сделать маленький вывод в отношении этого. Вся эта история с мифами этих богов. Первые – на полное содержание, которое не имеет ничего морального, никакой этики, никакого этического содержания не имеют. Нет тут этого элемента. Второе – все эти боги внеисторичны. они не связаны ни с какой эпохой, ни с каким царем или фараоном. Смерть этих богов была насильственно, но недобровольно. Мы нигде не видим. Это было или насильственно, или случайно, но никак недобровольно. и, конечно, в этом отношении мы видим принципиальные отличия от крестной смерти Христа, на которую Христос пошёл добровольно. И, подчёркиваю, ни об одном из языческих богов в дохристианскую эпоху мы не найдём свидетельства, чтобы кто-то из них умер на кресте, добровольно вошёл, как мы говорим, на крест, добровольно предал себя на эти страдания за спасение людей. Нигде этого нет. Отсюда очень важно, важный вывод, что их воскресения не имеют никакого значения для нравственной духовной жизни людей. Никакого. Это вот процесс природный. Он не касается совершенно нравственной стороны человеческой жизни. Он ничему не научает, ни от чего не остерегает, ни к чему не ведёт. И уже, конечно, никакой речи нет о какой-то вечности, вечности человека, который верит в эти умирания и воскресания. Ничего даже об этом и нет. Никакого значения они не имеют. Вот так я бы вам отметил вот эти вещи связанные с темой воскресения Христова. Тема, которую, ещё раз вам говорю, будет постоянно и является и будет на повестке дня. Потому что если Христос не воскрес, христианство всё рушится моментально. Всё, христианства нет. его просто нет. Если Христос был обычным человеком, если он даже пожертвовал своей жизнью, многие жертвовали, просто жизнью жертвовали, были герои. Но все они имеют значение какое? Локальные, вот это местные. Если Христос не воскрес, всё христианство разрушается сразу и окончательно. потому что весь смысл и состоит как раз христианской веры в том, что воскресение Христово открыло нам путь, открыло путь всеобщему воскресению. Ведь на чём зиждется наша вера на воскресение Христовом? Он был первенец из умерших, пишет апостол Павел. Первый из умерших, который воскрес вообще совсем. Слышите? Лазарь был воскрешён? Да. Что дальше? Умер. Также и прочие, которые воскрешали. Помните, Илья пророк воскресил, всё равно умер. Все умирали. Христос первенец. Который воскрес воскрес в вечность. Так, оказывается, его воскресение Христово открывает и нам вечную жизнь. И, таким образом, вера в всеобщее воскресение приобретает полное, полное, так сказать, значение. Вот так. Может быть, если хотите, просто вам для общего сведения может быть, хочу добавить вам, как атеистические авторы комментировали этот факт. Вот, например, наш советский атеист религиовед Ранович писал, в культе умирающего и воскресающего Бога. Бога разница между христианством и всеми прочими религиями заключается в том, что в христианстве этот Бог, Христос, очеловечен, чего нет в культе Азириса, Адониса, Аттиса и других. Ну, правильно, ну, стоит только посмотреть. У них там ничего нет действительно очеловеченного. Он правильно, очень точно подметил. Очень точно. Некто Никольский пишет, говорят, что евангельские рассказы о суде над Иисусом и его казни и смерти составлены по образцу мифов о страдающих и воскресающих богах Востока. Но ни в одном из этих мифов мы не найдем ничего подобного евангельскому рассказу. Асирис, Адонис, Аттис, Тамус гибнут от враждебных богов или от враждебных стихий. Там нет ничего человеческого, естественного, похожего на историческую действительность. В евангельских рассказах нет ничего несообразного, напротив, всё чрезвычайно стройно укладывается в рамки тогдашней бурной иудейской жизни. И в то же время всё вполне соответствует тем порядкам, какие были установлены римлянами. Очевидно, что эти рассказы Евангелия построены не на домыслах и вымыслах, а на прочной и верной традиции воспоминаний учеников Иисуса, которые были свидетелями его последних дней. И, конечно, должны были особенно крепко запомнить эти страшные дни внезапной катастрофы. Кстати, может быть, для вас будет небезынтересно и другое, что иногда ссылаются на древнегреческую философию и говорят, там тоже было тоже учение воскресения. В связи с этим хочу вам напомнить. Древнегреческая философская мысль смотрела на тело как гробницы, как гроб для души. Вы же помните и стоиков, помните и философии Платона. Что такое тело? Это могила души. Отсюда греческое интересное выражение «Сома сэра». То есть «сома» – это тело. Сэра – это узы, путы, чем связывают. Тело – это тюрьма, оказывается, для души. Вот оказывается, что. И само, когда речь идёт о выходе души из тела, как, если хотите сказать, воскресенье. Вы слышите, воскресенье, что такое? Это освобождение души из тела. А христианство о чём говорит? О воскресенье тела. Видите, совершенно разные вещи. Не освобождение души от тела, а воскресенье самого тела. Вот, в частности, о Платоне. У Платона находят иногда какие-то идеи, как кажется, напоминающие воскресенье. Однако, Платон Платон нигде не употребляет даже слово анастасис. Он говорит о другом. Он говорит анаосис. Анаосис, греческое слово, означает оживление. Анаосис. В чём дело? Платон учит вот то, о чём только что я сказал. он учит об оживлении души. Потому что психи, душа, по-гречески психи, это то, что уснуло, если хотите, усыплённое, умершее, так, психи. И вот этот анаосис, это и есть оживление души, которое, ну, можно понять, как воскресенье души, но, опять-таки, души. Вот он пишет, Платон, душа, усыплённая чувствами, спит, пока находится в теле. И её истинное пробуждение, анаосис, есть её воскресенье, но не с телом, а из тела. Да, подчёркивает, но не с телом, а из тела, потому что тело, вы помните, тело, вообще материя, как таковая, это начало костное, начало отрицательное, вот, поэтому это нужно просто, ну, это иметь, иметь это в виду. Вот так. Ну, если говорить о том, что, чем ещё принципиально отличается воскресенье Христово, он воскрес единожды, но это мы говорили с вами. Не каждый год, а единожды. Это же, это же очень, это очень важно. Вот. Воскресенье Христово положило начало обожению человека. века. Благодаря этому воскресенью произошло именно исцеление каждой души человеческой, прибегающей к нему. В результате, чего происходит обожение, то есть соединение, о котором пишет апостол Пётр, что бываем причастниками божеского естества. Вы слышите даже, как он пишет, как сильно человек может стать причастником божеского естества. Естество – это что такое? Природа. Вы слышите, о чём говорит? Причастником божеского естества. Кстати, это, это происходит в Евхаристии, когда, помните, как пишет Иоанн Дамаскин, подводя итог святоотеческому учению, когда говорит хлеб общение причастия. Непростой хлеб, но соединённый с Божеством Христа. С Божеством этот хлеб соединён. И потому каждый причащающийся становится причастником божеского естества. Или, как Кирилл Иерусалимский писал, человек становится единотелесным, единокровным Христу. Ух, какая сила! Где мы найдём такое? Где до христианства? Об этом даже мысли не могло быть. Ну, что вы! Как пишет Максим Исповедник, непреложность, непреложность, то есть неизменность, твёрдость, непреложность произволений во Христе вновь вернула этому человеческому естеству через воскресение бесстрастность, нетленность и бессмертие. Слышите? Вот когда вернула человеческому естеству, какому? Христа во-первых и всех людей во-вторых. Через воскресение. Кстати, я это подчёркиваю. Знаете, почему? Потому что не воплощении уже Христос принял это тело духовное. А видите, как пишет Максим Исповедник, через воскресение вернула, слышите, вернула этому естеству бесстрастность, нетленность и бессмертие. Это всё у него в 42-м у него ответе. Он об этом особенно отчётливо там пишет об этих вещах. Ну и потом надо вспомнить, как вообще относились древние к самой идее воскресения. те же древние греки, которые, кстати, первые христианские империи, это какая же греческая, византийская империя. Помните, что было, когда апостол Павел в Ариапаге проповедовал? Услышав, сейчас я вам зачитаю, услышав о воскресении мёртвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. Ну чушь какую-то пришёл, чушь говорит такую, как будто воскресение, какое может быть воскресение? Надо ещё придумать. Отказались. Помните, всего двое там вышли с ним, заинтересовались и стали потом христианами. Дионисия Ариапагед, помните, и женщина одна, да. А все прочие насмехались, какую глупость проповедует нам этот еврей. Пришёл ещё нам грекам, тут сказки начинают рассказывать. Вот каково было отношение. И с какой твёрдостью шла эта проповедь апостолов об этом. именно на догмате воскресения построена, если хотите, вся христианская, ну, скажем так, христология. Всё. Идея-то какая, которую опять пишет апостол Павел, выразил очень кратких словах, как водами все умирают, так в нём все оживут. Понимаете, какое колоссальное значение всюду у апостолов придано этому факту воскресения. Колоссальное значение. все оживут. Не как-нибудь, а все даже оживут. Как водами все умирают, так во Христе все оживут. Вы подумайте. Это, кстати, вот эти слова, они имеют прямое отношение и ко всей эсхатологии, вот к этому вопросу о вечных муках, о вечности ада, точнее, лучше сказать, о вечности ада. Нет, все оживут. И об этом, как вы знаете, целый ряд святых отцов просто совершенно решительно, решительно заявляют и говорят, и пишут. Вот так, друзья мои. Если у вас есть какие-то вопросы в связи вот с сегодняшними темами, которые мы с вами обозначили, то, пожалуйста, вы же читаете, возитесь и в интернете в этом несчастном, ах, извини, счастливом, да. Вот я никак не могу точно узнать, счастливый или несчастный, да. Да, так что вы там встречаете немало вещей, которые, которые должны обсудить. если у вас есть что-то, то пожалуйста. Как раз сейчас по теме воскресения, насколько будет актуальным для людей неверующих свидетельство апостолов и евангелистов? Насколько будет достоверно для людей неверующих свидетельство апостолов и евангелистов? Они же были учениками Христа, иудеи, как они обвинили во лжи Христа, что Он воскреснет, да, и будет ли люди верить этому свидетельству? Да, это хороший вопрос, кстати, это следовало обсудить. Ну, во-первых, если по отношению, допустим, к Петру и Анну, Якову, Матфею, мы можем сказать, это были ближайшие ученики, и между ними можно было подразумевать какой-то, ну, сговор, что ли, иначе ничего не скажешь? Это уже сговор, это правда. Потому что нельзя же утверждать явную ложь. Вообще, уже этот момент всё-таки стоит обратить внимание. Мы должны предположить сговор какой-то, что они пошли на явную ложь. Хорошо, предположим, хотя трудно как-то. Павел, а Павел гонитель, а он с чего? А что с ним случилось? Причём, это, пожалуй, это один из самых, я бы сказал, таких ярких и сильных проповедников воскресения. Недаром в отношении его была ненависть лютая. Это больше мы не находим в деяниях ни против кого такой лютой ненависть со стороны иудеев, как против него. Он-то с чего? Он-то не был. Пожалуйста, это уж настолько независимый свидетель, что ничего большего не скажешь. Это первое. Второе, мы возвращаемся с вами опять к вопросу, а, впрочем, не знаю, может, мы не обсуждали, ещё будем говорить, когда будем говорить об истинности христианства, то следующий вопрос. Во-вторых, никто бы не принял вообще христианство и, в частности, это учение о воскресении Христа в то время, когда против христиан было воздвигано тотальное преследование и со стороны иудейства, которое, кстати, было рассыпано по всей Римской империи, вы не думаете, во-вторых, со стороны самой государственной власти, кстати, беспрецедентный случай, чтобы в Римской империи, которая славилась уж такой толерантностью религиозной, равной которой нигде, наверное, и не было, Римская империя – это вот образец религиозной толерантности, свозили, вы слышите, статуи побеждённых богов, так, в Рим, построили специальное здание, пантеон, где ставили этих богов и где каждый, кто хотел, а в Риме кого только не было, мог, пожалуйста, приходить и почитать этих богов. Каждый мог поставить свой культ своего бога и приносить ему жертвы. Римская империя была абсолютно толерантна в религиозном отношении за единственным исключением. Даже иудеи были, которые не приносили жертв Цезарю. Вы слышите? Их за это никто не обвинял и не гнал. Христиан, которые были ничем иным, как ветви иудейства, те же иудеи, кто проповедовали в первом веке-то? Ну, конечно, иудеи. Посмотрите. Все евреи были за редким исключением. Уже потом присоединялись только. Так, христиан к альвам. К альвам. Паразительно. Да я не хочу сейчас говорить по, так сказать, по всех причинах. Это вопрос уже совсем другой. Но отвечаю, что как проповедь христианства в этой проповеди первейшем и самым значительным, конечно, моментом было именно проповедь, учение о воскресении Христовом, не могло бы быть принято, если бы не было чего-то чрезвычайного, совершенно подтверждающего божественность христианства. Что же это было? Вы помните. Христос Евангелие сказал о том, то верующим в Него что будет дано? Он перечисляет прям изгнание бесов, исцеление больных, прокаженных, воскрешение мертвых. Если что, смертные выпьют, не вредит им. Змея не может погубить их. Помните, прям перечисляет. И мы видим действительно в первом столетии, если бы только не было этих действительно по истине чрезвычайных дарований, которые получал тут же каждый искренне уверовавший во Христа, христианство было бы уничтожено во мгновение ока, моментально. Уже знаете, самообращение Савла, это было, конечно, потрясающее явление. А что затем? Мы же видим. А вот попробуйте сейчас, вы знаете, вот сейчас, вот возьмите, вы знаете, вот там что-то. И все ринутся туда же. Народ, всегда одинаковый народ. Когда видели, когда одним прикосновением руки исцеляет прокаженного, или хромой начинает ходить, или слепой начинает видеть. Вы понимаете? Да какие там гонения? Тайком, тайком надо. Кто такие? Что такие? Что это такое? Только благодаря этому христианство сохранилось в истории. Чему этому? Действию, очевидному действию Бога в этих людях. Вот поэтому и вера в воскресенье этим же подтверждалась, когда видели, они говорят, действительно, значит, не ложь, когда сам Бог явно действует через них. Вот такие аргументы, аргументы, которые, я бы сказал, являются чрезвычайно важными. Это действительно аргумент, подтверждающий божественность христианства. Оно было бы уничтожено, я вам говорю. Вы слышите, что несмотря на все эти гонения, на все эти страхи, когда дело касается вдруг жизни или смерти моих родных, моих любимых, моих детей, моих прочих, да, всё это расползается тут же слухи. Ну, вы же знаете, что такое народный телефон. Сильнее всяких телефонов. Вот благодаря чему только приходили, узнавали. обращались в эту веру, несмотря на гонения. Тем более, что были небольшие перерывы. Вы знаете, до вот этого 313 года было особенно 10 вот таких страшных волн гонений. Страшных. Потом какой-то спад при каком-то императоре. Потом опять. Да, иногда были периоды даже такие, что даже строили храмы. Бывали такие случаи. Но за эти 250 лет посмотрите, как христианство выросло. Несмотря на ужас казни ни какой-нибудь. Хорошо, ты римский гражданин. Тебе голову отрубят только, и всё. А если не римский гражданин, с тобой тебя исколесят, что называется. Христиан кальвам. Вот так. Продолжение следует... Продолжение следует...